Более 30 миллиардов рублей направлено на социальную поддержку, которая охватывает 2,4 миллиона жителей Московской области. Хочу здесь подчеркнуть, что подавляющее большинство льгот являются заявительными. В своем докладе на оперативном совещании депутат Владимир Шапкин отметил, что для многодетных семей внесены следующие изменения в законодательстве. Теперь семья должна написать заявление, согласна ли она с предоставлением того или иного земельного участка. Если нет, то участок передается следующей по очереди многодетной семье, а отказавшиеся снова возвращаются в лист ожидания. Помимо этого, депутатами было внесено предложение в правительство Московской области о том, чтобы многодетные семьи стояли в очереди не до достижения 18-летнего возраста старшим ребенком, а до 18-летия младшего члена семьи. Коснулись вопроса реализации проекта «Родительский контроль» в образовательных учреждениях округа. Он предполагает возможность родителям контролировать процесс питания их детей в школах. Проект позволяет родителям школьников любой удобный для них день по согласованию с классным руководителем посещать школьную столовую, оценивать качество приготовления, а также оставлять отзыв в журнале «Обратные связи» и в социальных сетях. В каждой школе создана трехступенчатая система контроля качества питания. Это производственный контроль на стадии приготовления блюд, работа комиссии, осматривающую еду перед подачей на стол и контроль родителей. Для наибольшей объективности проект подразумевает дегустацию не в какой-то конкретный день, а непрерывно, например, в течение недели и более. Пожароопасный период в этом году может начаться уже в десятых числах апреля. Этому способствует непривычно теплая зима. Начальник отдела гражданской обороны предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации округа Алексей Булгаков рассказал, как в округе готовятся к этому периоду. Восстановлены все информационные щиты по противопожарной тематике. На въездах леса разработан план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также в рамках совещания прошло торжественное награждение. За многолетний добросовестный труд и юбилейные медали в честь 90-летия Московской области вручили отличившимся сотрудникам различных организаций округа.